Доброе утро, если вы присоединились только к нам. А к нам еще вот прям в студию пришли сразу два замечательных гостя. И поговорим мы немножко даже о Дружбе народов. Представлю, да, первые? Ну, а конкретно мы поговорим, да, о предстоящем Дне Крымчаков и мероприятиях, которым мы посвящены. Но сначала представишь гостю. Да, у нас Александра Васильевна Бондаренко, режиссер Государственного бюджетного учреждения Дом Дружбы народов. И Ольга Сигель, начальник отдела культурно-просветительской работы Государственного бюджетного учреждения Республики Крым Дом Дружбы народов. Доброе утро, надеемся, вы удачно к нам доехали, добрались. Да, спасибо, замечательно. И пробки вас не беспокоили. Погода замечательная, солнышко. Ну, расскажите, пожалуйста, что за мероприятия как раз-таки будут посвященные... Какие мероприятия мы готовимся? Да, прежде всего, первое мероприятие – это республиканский фестиваль «Матрюнин двор», который будет проходить в Алуште. И режиссер наш сейчас нам расскажет об этом. Да, мы уже в четвертый раз проводим этот фестиваль. Это фестиваль национальных обрядов. То есть участники этого фестиваля привозят обряды, настоящие обряды, свадебные обряды. А это только вот из Крыма ребят собираться? Да, это республиканский. Но, конечно же, у нас в мечтах сделать его всероссийским. Надеюсь, когда-нибудь у нас это получится. То есть обряды, это, наверное, очень красочно, да, и досконально, достоверно, чтобы вот все детали соблюсти? Да, участники готовятся очень. Они изучают изнутри обряды их дедов и прадедов и приносят это все привозность на сцену. В этом году нас очень порадовали наши участники фестиваля. Вообще народное творчество, фестиваль направлен на поддержку народного творчества. А народное творчество – это дыхание народа, это душа народа. Для того, чтобы познать без культуры жизнь народа бессмысленна. Поэтому, естественно, надо изучать обычаи. И как раз-таки фестиваль направлен на возрождение интереса молодежи к народному творчеству, к традициям, к обычаям. В этом году нас очень порадовали участники. Надеюсь, порадует, потому что у нас это состоится в субботу 19-го. Но по заявкам мы уже видим, насколько интересны будут обряды. Вы смотрите, интересно, насколько. Мы побываем на русской свадьбе, элементы русской свадьбы. Нам привозят Симферопольский район, Журавлевка, ансамбль из Журавлевки. Украинскую свадьбу мы увидим, привозят коллектив из Белогорска, Белогорье. Затем армянская свадьба у нас будет. Это ансамбль Арарат, город Симферополь. Крымско-татарская свадьба, пожалуйста. Это Феодосия. Затем элементы мы побываем на празднике на врез Крымско-татарском. Где вы столько невест взяли. Вот, видите, как интересно. Потом очень интересный обряд нам везут из Бахчисарайского района. Похороны мух. Представьте себе. А это из какого народа? Это что? Вот, посмотрим. Русские. Такой обряд, как-то, существует. Кроме этого, в Доме Дружбы Народов существуют фольклорные ансамбли. Душа Радонец – это взрослый ансамбль фольклорный, который изучает именно фольклор славянский. И дети Радонеца – наша гордость. Так вот, Душа Радонец – взрослый ансамбль покажет фрагменты украинского обряда, обжимки. А детки нам приготовили сюрприз. Покажут сказку, русскую сказку, по мотивам старинных песен Брянской области. Понимаете, насколько это интересно. И представьте себе, в Алуште собирается такое количество людей, которые увидят сразу. Вот разные национальности. Поскольку начнется, просто мероприятие, куда идти, во сколько, когда мероприятие состоится? 19 октября в Доме культуры Подмосковья, в Доме творчества Подмосковья, в Алуште, улица Хромых, 18. У нас с начала будет проводиться мастер-класс. В 11 часов по фольклору мастер-класс. Наш специалист по фольклору, Политнева Лёна Николаевна, покажет. Это традиционно у нас всегда. Перед началом конкурса у нас всегда мастер-класс. И в 12 начнется сама конкурсная программа с членами жюри. Все серьезно, все как положено. Даже будут лучших выбирать, да? Конечно. А награда какая за то, что ты? Это лауреатство у нас, гран-при, лауреат первой степени, второй, третий. Поэтому так это серьезно. А вы знаете, как в спорте бывает? Победил в Крыму, поехал на материк. Здесь ли у вас есть такая система? Ну, мы бы с удовольствием хотели. Но пока он еще, пока он республиканский. А вот вы говорили, просто такая замануха была, скажу честно, по поводу всяких необычных традиций, обрядов. Скажите что-то такое, допустим, что могло бы впечатлить зрителя. И он сказал, слушайте, очень интересно. Я хочу больше подобных таких интересных обрядов узнать. А вы знаете, каждый обряд будет интересен. Ну, допустим. Вот каждый обряд. К примеру. Ну, вот на армянской свадьбе вы были? Нет. Мы знаем о традиции заворачивать невесту в ковер у армян, например. А с чем это связано? Есть вот пояснение какое-то? Мы узнаем, мы спросим их, узнаем. Для этого существует такой... Мы все заинтересовали. Если Валюха пропылесосил, он у нас там тынул. Может быть. Ну, а что нет? Ну, с другой стороны, сколько людей ожидаете? И все ли могут прийти? Вход абсолютно свободный, так понимаю, да? Да, да, конечно, приходите все. Достаточно места в зале. Поэтому я думаю, что мы всем будем рады, всех разместим. А вот... Участников конкретно более 300. Участников приезжают. Это более 20 команд, скажем так. Со своими обрядами, со своими элементами каких-то традиций мы это все увидим. Конечно, это интересно. Конечно, мы очень будем рады, если гости Алушты, Алушты, сейчас прекрасный сезон, отдыхают и придут к нам на такое мероприятие. А вот у вас, как у режиссера, какова задача стояла? То есть там вы сами подготавливали какие-то вот сценки, да? Или как? Ну, не сценки уже, конечно, там более высокие уровни. Нет, мы разработали положение мероприятия, разослали по нашим национально-культурным автономиям, по нашим друзьям, так сказать, с которыми мы периодически проводим мероприятия. Они нам высылают заявочки. Мы их все выставляем в определенном порядке, как это будет с режиссерской точки зрения правильно. Вот. И добавляем красивый текст. Помогаете, может, это чем-то? Или они уже сами... Если к нам обращаются, конечно, мы помогаем. Потому что приходится нам изучать культуру всех народов, так как мероприятия у нас направлены на абсолютно разные темы. Но знаете, про ковер мне очень понравилось. Я, как минимум, не знаю, если не будет или будет возможность к вам какой-то идти в гости, но приду и начну гуглить, интересоваться на эту тему спора нет. А мы предлагаем вам сейчас вместе сфотографироваться, потому что мы перешли от аналога к цифре, и вот у нас есть соответствующая фотозона. Мы тоже готовились к этому моменту. Готовились долго продолжительно. Может быть, не с такими конкурсами, как вы. Тем более у нас все сегодня такие нарядные. И самое главное, с хорошим настроением и с утра смотрим. Ну что, говорим слово праздник.